Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я буду пересаживать свои петунии подросшие из кассет в стаканчики. И так как обещала, все вам расскажу, покажу все подробно, до мелочей. Вот петуния, которой полтора месяца, я вчера показывала, она разрослась, сомкнулась. Это верный признак того, что ее нужно пересаживать. Пересаживаю я ее в стаканы, вот в такие 200-граммовые. Кто хочет, может сразу в полкилограммовые стаканы или там в другие, в большие емкости. Я сажу в маленькие стаканчики для экономии места под лампой. Потом еще раз в большие буду переваливать. Вот я тут наготовила уже, вот лежат бочатки. Сейчас все расскажу. Смотрите, кассета удобная тем, что можно более крупные экземпляры убрать, а маленькие будут еще подрастать. Если бы они были в лотке, их пришлось бы все будоражить. Ну а в кассете очень удобно. Она берется очень хорошо. Снизу раз, поддеваем. И вот весь этот бочоночек, он вынимается. Видите, корни. За несколько дней до этого нужно не поливать, чтобы ком земляной сохся немножко. Это упростит вашу работу. Если влажный, он будет разваливаться. Вот я наготавливаю стаканы вот так. По полстакана насыпаю. Потом беру, ставлю этот бочоночек. И таким же грунтом, в котором они росли, просто по краям досыпаю. Потом приравниваю и поливаю. Но досыпать нужно немножко побольше. Вот так вот, как эти. Потому что при поливе земля опадет. Все, это очень простая процедура. Они даже не почувствуют этой пересадки, потому что у них корешки все в куче. Просто это все длительный процесс. Вот у меня как кассета вся выросла. И я поэтому делаю периодом. Я сейчас все крупные выберу. Маленькие пусть подрастают. Потом еще. Вот. Кассеты. Кто использует кассеты, очень удобно тем, что вы можете как партиями рассортировать вот эти более крупные. Они вы сейчас их посадите. У них, конечно, развитие больше. Потом средние будут и маленькие. Что не в один день. Если бы они были в лотке, вам пришлось бы весь лоток сразу, скорее всего, распикировывать. Вот я вас познакомила, как я пересаживаю из кассет стаканы. Очень простая процедура. Кто еще у нас не в друзьях, добавляйтесь. Будем пошагово учиться выращивать петунию. Сейчас хочу еще про вопросы. Вопросов много приходит, что вот, которые садили вместе с нами, одновременно вырастает рассада и падает. Не давайте ей сильно вырастать. Только появилась, вот я делаю как, не знаю, как другие, я делаю так. Только она взошла, два листочка вытянула с ней сколько миллиметров от земли, я ее сразу прям пинцетиком помаленьку вот в эти кассеты рассаживаю. Вы видите результат? Вся живая, никакая она не упала. Не надо давать ей подниматься и падать. Она поднимется, если высоко от земли, она обязательно упадет. Очень тоненькая она. А когда вы ее распикируете в раннем сроке, вы же ее как в землю все заглубите по уши, вот по самых листиков. Ей куда падать? Ей падать некуда. А которые листья настоящие будут вылазить, они уже не упадут. Видите, какие хорошие всходы. Вот это было на землю просто рассыпью, обыкновенные мои семена. Если вы в этом году посадили первый раз и у вас что-то не получилось, вы сейчас будете смотреть видеоуроки, смотрите, как говорится, наматывайте на усы. На будущий год не повторяйте этих ошибок, не затягивайте с пикировкой. Пикировать нужно на самых-самых ранних сроках или хотя бы подгребать. Некоторые, вот как говорят, зубочистка или спичка, показались сходы, если они редкие, можно немножко ее подокучить, чтобы она не падала. Потому что ее можно уронить при опрыскивании. Если вы будете опрыскивать резко, она тоже может свалиться. Но не надо, в это время она уже должна быть распикирована. Все. До свидания. Пересадили. Если кому-то что-то неясно, можете спрашивать, писать мне в личную на страницу. Но, скорее всего, я каждому теперь не отвечаю, потому что у меня посевы, пикировки, пересадки. Если каких-то вопросов много, я просто делаю тему следующего видеоурока. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok